Девушки отдыхают Это день победы, порохом пропад Это праздник, с сединою на висках Это радость, со слезами на глазах День победы, день победы, день победы Так вот передайте в Грецию нашей дочери, что мы живы и здоровы Консулакис Ольга Вы стояли все, когда была вся эта битва в манюхоле? Все сидели в квартире В квартире даже не вылазили в подвал? Не выходили, пили воду с лужи и хлеба не видели Хорошая у нас жизнь И как вы относились с азовцами? Как они были с вами? Паразиты Паразиты? Паразиты, это натуральные паразиты Злые, ненавистные Растоптали бы всех Мариуполь был долгие 8 лет под оккупацией киевского режима В Мариуполе были запрещены любые подобные мероприятия, которые позволяли бы честовать ветеранов и тех людей, которые с трепетом относятся к нашей великой победе Для всего мира это является очень важным праздником Именно в 1945 году мир был освобожден от фашизма Что такое фашизм и как он проявлялся тогда И какие последствия сейчас проявления ненавистанцизма мы видим в том числе и в Мариуполе Когда уничтожаются люди, гражданские люди, женщины, дети, старики Просто по одной причине, потому что они другие Потому что они говорят на русском языке Потому что они думают, имеют свою позицию и хотят просто оставаться самими собой Конечно же доминирование любой нации, какая бы она ни была над другими, недопустимо Именно с этим боролись наши деды и прадеды Именно с этим сейчас борются и наши соратники Не странно проводить праздник, когда еще рядом совсем слышны разрывы? Знаете, за эти 8 лет жители Донбасса привыкли под эту канонаду И не только встречать праздники, но и просто жить, просто отводить детей в школу Просто выходить на работу Но это вот те реалии как раз и проявления современного неонацизма И к чему это приводит, мы все прекрасно тоже понимаем и все это видим Но мы также прекрасно понимаем, что Мариуполь освобожден А то скопление уже остатков современных неонацистов, батальон Азов То есть и ряда других подразделений, включая наемников, иностранных наемников Они сконцентрированы сейчас на Азовстале Этот вопрос скоро будет закрыт Россия священная наша держава Россия любимая наша града Славься, республика наша народная Славься, любимый Шахстанский Донбасс Славься, держава, Бога свободная Дрожьей народа, святой твоей нас Уважаемые друзья Я очень и очень рад, что у нас есть сегодня возможность Поздравить и жителей Мариуполя Освобожденного Мариуполя Со священным для нас праздником Праздником Победы И, конечно, впереди еще очень много важных шагов и битв До того момента, когда будет освобожден весь Донбасс Когда мы выйдем на конституционные границы Но, тем не менее, в Мариуполе мы сегодня можем уже сказать спасибо нашим ветеранам Мы можем сейчас видеть повсеместно в Мариуполе Освобожденном Мариуполе Георгиевские ленты Мы можем видеть, что уже не то, что никто этого не стесняется и может себе это позволить Этим мы по-прежнему гордимся сейчас Ну, а почему? Здесь тоже все очевидно Наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны сделали очень много Совершали подвиги И в итоге они освободили весь мир от фашизма Что такое фашизм и в чем он проявляется Мы знаем из учебников истории И мы знаем, сколько миллионов наших граждан погибли Сколько миллионов граждан были просто замучены фашистами Зверские преступления Но также мы помним и то, что происходило 9 мая 2014 года здесь, в Мариуполе Мы тоже помним, что современные фашисты, неонацисты сделали зверским управлением милицией По сути, за то, что милиция отказалась стрелять в своих граждан И применять меры воздействия на неонацисты из батальона Азов Просто взяли и уничтожили как раз сотрудников милиции И после того, конечно, за все эти 8 лет Количество военных преступлений стороны украинского режима только росло Но я считаю, что вот те милиционеры в 2014 году Это тоже жертвы фашизма Что нужно делать нам? Конечно, только поддерживать телостремления простых жителей Донбасса Простых жителей русского Донбасса Которые чтут, помнят и берегут эту историю Жители, которые своими силами В те места, где не добирается чиновничья рука Они просто сами поддерживают памятники и все, что связано с Великой Отечественной войной Это важно А еще более важно нам передать это следующим поколениям Я уверен, что после того, что произошло на Донбассе Мы точно будем об этом рассказывать Потому что видели и ощущали это сами Но и с нашими людьми тоже будет все в порядке Они будут учить правильную историю Они будут получать информацию от первоисточников Есть эта возможность, пока живы с нами ветераны Их не так много И поэтому мы так бережно должны к ним относиться Но я уверен еще в одном Победа близка Победа близка, потому что за нами правда И мы сражаемся не за какие-то выгоды Мы сражаемся за свои семьи, за своих близких, за свою землю Уважаемые воюпальцы, уважаемые гости Уважаемые друзья С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это мой папа, Стрелецкий Леонид Антонович. Ага. А как вы жили эти восемь лет, когда Азовы были здесь? Праздновали. Они вам не дали, да, празднуют в Дне Победы? Ну, мы все равно праздновали. Мы приходили в памяти, когда еще при жизни папы приходили, праздновали. Я всегда ходила с этой книгой. Это был самый любимый праздник. Да, последние, конечно, годы праздник становился все... Сложнее и сложнее, но мы не пропускали ни одного года. Понятно. Да, конечно, не давали нам в том году и песню спеть, в Днем Победы ее не поставили, люди сами спели. Соло женщина пела очень красиво, затянула, и все поддержали. С каждым годом наш праздник урезался и урезался. Становилось все, как бы, менее и менее праздничное. Так что сейчас вы рады, что это ДНР, и что, возможно, опять праздновать нормально? Да, вот так вот выйти всем, спеть песню, показать смело. Смело, показать своего папу, я... И с радостью, отметить этот день с радостью. Для нас 9 мая всегда для наших бабушки, дедушки это был праздник. И мы тоже хотим поддерживать эту традицию. Идем, идем, пошли, пошли, пошли. Идем, пошли, 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 пошли. Постали рисую рисунку. И есть огромный масса Club Симестрали. ółединир relations ДНР, � новенька, Мы знали, что Россия будет происходить. Но мы знали, что нас освободят. А сейчас мы гордимся со слезами на глазах. Мы идем и плачем. Боже, неужели настал такой момент, что мы можем свободно отмечать, свободно говорить на родном языке. И почему меня должны угнетать и заставлять разговаривать на той мове, на которой я не хочу, не хочу радуемся, что мы вновь живем, как в Советском Союзе. Слава Богу, что нас освободили. И мы этим горды, что мы с гордостью одели символ победы, георгиевскую ленточку. Возложили венки в сквере жертвам фашизма. А теперь идем возлагать к неизвестному солдату. Горды этим. Радуемся. Мой муж офицер Советской Армии. Мой папа освобождал и Украину, и Россию. На Белорусском фронте был. Дошел до Берлина. Честь и хвала нашим воинам-освободителям. Радуемся мы Дню Победы. И с гордостью одни матерей армии. Вы знаете, еще что я скажу. Я вдова ветерана воинской службы. Мне всем начисляют надбавки какие-то. Ну тем, кто упал на вот эти вот все. А я пошла сюда. Они говорят, это Киев. Написала Киев письмо. Они мне пишут. Нема и тее армии, и тее краины, у которой служил ваш человек. Он в Советском Союзе служил. Но как это нема. Это наша история. Это наша слава. Это наша гордость. Понимаете? И мы дожили до счастливых времен. А как это было, когда еще здесь была под контролем Украины все эти восемь лет? Это фашистская хунта была. Понимаете? Я же вам рассказываю, что Георгиевская ленточка, я давала интервью этому молодомучу, хранилась у нас в карманах. Мы носили в карманах. А не дай бог оденем, кто-то видит, срывает. Снимите или сейчас заберем вас. Снимите, или мы вас заберем, или... В общем, мы жили в страхе. И рады. А вот так вообще, настоящий фашизм. Настоящий. Понимаете? Словно нет. И чем дальше, хуже, хуже, хуже. И мы когда в интернете прочитаем, что скоро нас заберет Россия, мы радовались, ждали того момента. И наконец-то мы его дождались. Слава Богу, что мы уже в России. Слава Богу, что наш главнокомандующий Путин Владимир Владимирович принял такое решение забрать Мариуполь. Мы этим горды. Дорогие товарищи, от имени ветеранов войны и тружеников тыла, я хочу сердечно поздравить вас с великим праздником Днем Победы, который мы ожидали во время войны 3 года, 10 месяцев и 16 дней. Дорогие друзья, Днем Победы! Ура! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok